друзья мои привет привет друзья мы сегодня рассмотрим вот такую вот интересную коробочку заказали с америки это бархас групп выпускает производители хмелей это это ароматы которые встречаются хмели как с ним работать сейчас попробуем разобраться мы тут уже налили нашей и пашечки просто буйство красок буйство ароматов будем разбирать на запчасти да будем разбирать на запчасти что же там намешано то есть что тебе кажется например какие ароматы здесь есть из того что там ну вообще да вот у нас здесь есть флорал это цветы цитрус сладкие фрукты зеленые фрукты ягоды карамель древесный ментол получается травянистый специи они гербал гербал это что гербарий какой-то короче какой-то лиственный green grass и это вот травяной и vegetal это овощной то есть что тебе кажется вот в аромате здесь у нас на меня тут играет между сладкими и зелеными фруктами можно даже надо больше зеленые фрукты побеждают давай давай нюхать зеленые фрукты посмотрим как запах не не то вообще не то да картинка не какой-то на направлении там 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 есть же картинка в голове совет причем как бы представляешь запах совсем по-другому чуть-чуть на дальнем на дальнем фоне по-моему есть ну давайте фрукты сладкие фрукты да куда они они да есть большей частью сладкие фрукты да я сначала был прав то есть в нашей эпохи преобладают сладкие фрукты цитрус будем говорите мне кажется цитрус тут совсем нет нет цитруса нету цитруса нет яркий апельсин лимон тут ну смесь такая ничего такого ничего такого ну фруктики фруктики бэри так а я думаю вообще не смородина не то то есть все таки я склоняюсь к сладким и зеленых вот как и зеленые фрукты на дальнем на дальнем подступе на дальнем рубеже где-то есть карамель я думаю карамели вообще не будет тубе родителицы давайте посмотрим ну нет сладкий так сладкий крем прям вот когда кушаешь заварное пирожное надо как раз заварным и пахнет наполеоном да наполеоном пахнет ну вот цветок родители с близкой да самое первое цветы флорал цветочный такой какой-то духами большими духами какими-то больше духами нету ну я думаю что это все очень красиво с удовольствием и творогами как разact я не могу на самом деле не хотел сказать что я не хочу в этой части а как раз ξерчислить я не могу мне покажу что я не хочу хоть половина ментол, гербал, 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 елочкой, да? Ну какой-то листвой, листвой в саду в каком-то, но нет, нету, 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 специй у нас, вообще дикость, ну перец, да, болгарский, жорный, ну явно нету, нету такого, зеленая трава, такой у нас кос, как будто только газон покосил, такой запах, вот только-только траву покосили, вот такой, но тут явно такого нету. Получается лесной аромат и... Сейчас, овощи. Лук такой, такой лук. Лук и полежавший лук. Да, такой же запах, уже потихоньку переходящий пиво. Так, и последний, класс. Древесный. Какой-то прикольный аромат, он такой, где-то как-то вдалеке, прикольный запах. Ну вот, древесиной, да, свежеспиленной, не сосной, а именно вот лиственной, лиственной породы деревьев. Такой слабый-слабый какой-то. Ну прикольный, но... Древесный, чем-то вот напоминает кленовый, знаешь, сироп, тоже попахивает. Похоже. Такого тоже нету. То есть получается, получается у нас сладкие фрукты, вдалеке зеленые фрукты и смородина, ягоды. И все, да? И все. Получается такая тропическая, тропическая фрукты. Назбор ароматов чуть-чуть. Да. Ну и все, так получается, это все стили, получается, ароматов? Ну да. Или есть еще какие-то, которые просто... Ну это стандартные, это, да, стандарт-кит. То есть берем с того пиво, да, неизвестная нам порода. Да, ну и как бы выбираем, какие хмеля здесь, скажем так, преобладают. Ну да, вот так вот, так будет еще лучше. По хмелю ты, конечно, не определишь, а именно направление ароматики можно определить. То есть, что больше там, цветочки, специи, карамелька, фруктики, цитрусы. Ну получается, что у нас тропическое преобладание тропических фруктов и ягод. Прикольно. Да. Очень даже, очень даже прикольно. Но что-то здесь не нашел именно такого, этого, елочного аромата. Елочного нету, да. Хотя, кстати, сосны нету. Да, во многих, скажем так, и пахах она преобладает. Сосна приобретает, но нету. Почему-то нету. Нету. Именно вот хербал. Ну это такой, когда в лиственный лес заходишь и… Ты знаешь, больше мне напоминает какую-то мазь для натирания. Какая-то с мелиссой и вот такого плана. Да. Ну что-то вот такое вот. Черт его знает. Ну может мелисса присутствует. Мне вот ассоциации, когда в теплый лес заходишь, лиственный, и вот такой вот запах идет. Угу. Такой интересный наборчик стандартных запахов. Ну просто определиться, хотя бы общее направление, понятие, что у вас в пиве преобладает. Вот такой, друзья мои, небольшой обзорчик. Интересный. Ну да. Интересный боксик. Хорошая штучка. Да. Так что кому интересно, можете заказывать, протестировать свое пиво. Ну все, а мы будем тестировать пиво. Да, да, да. Мы сейчас принесем второе какое-то пиво, потом третье, может четвертое. А потом таранку протестируем. Все, всем хорошего дня. Все хорошо.